Умная техника, гениальные изобретения, нетривиальные решения и много высоких технологий. В эфире телеканала Хабар 24, проект Хайтек в студии Иван Тулинов. В течение следующих нескольких минут мы расскажем, как будет меняться наш мир благодаря технологиям. Сегодня переводим собачьего языка и чиним гаджеты. Умная электроника ломается и этим расстраивает владельцев. Им приходится идти в сервисные центры и расстраиваться еще больше из-за цен на ремонт. Таковы реалии современного мира гаджетов. Значит, надо выбирать и покупать те, что ломаются реже. Специалисты ресурса iFixit оценили устройства, выпущенные на рынок в 2019 году по уровню их ремонтопригодности. Лидером по ремонтопригодности стал модульный смартфон Fairphone 3. Логично, ведь детали в нем можно менять довольно легко. 10 баллов из 10 — это абсолютный лидер рейтинга iFixit. Вторым среди самых успешных устройств стал компьютер Mac Pro. У него также звание самого ремонтопригодного гаджета от компании Apple. Игровая консоль Xbox One S All Digital Edition получила 8 баллов и заняла третье место. А вот список аутсайдеров — это, по сути, одноразовые и полностью непригодные к ремонту гаджеты. Антилидером стали беспроводные наушники Apple AirPods Pro, получившие от специалистов 0 баллов, и их попросту невозможно разбирать и чинить без повреждений. На втором месте с одним баллом — 16-дюймовый ноутбук Apple MacBook Pro, а на третьем месте — смартфон Samsung Galaxy Fold с гибким экраном. Пожалуй, это очередное подтверждение того, что гаджет еще довольно сырой. Эксперты отметили позитивные сдвиги у компании Microsoft — ремонтопригодность ноутбука в Surface возросла с 3 до 5 баллов, ведь первые модели серии Surface Laptop получали твердые 0. Кораблями можно управлять голосом, а также жестами. Да и вообще скоро морские суда смогут обходиться без команд человека. Компания Brunswick, расположенная в Ленойсе США, представила на выставке Consumer Electronics Show моторный катер Searay SLX R400. И с помощью этого концепта показала любителям яхты мореплавания, каким будет будущее судоходство. К примеру, яхтой можно будет управлять подавая команды через специальный шлем. Лодки станут автономными. Компания Searay показала также электронную систему питания Phantom, которая должна прийти на замену традиционным генератором. Вы можете провести 8 часов на этом судне со всеми работающими системами. Всё будет работать совершенно тихо и без вредных выбросов. Идея в том, чтобы делать морские суда с большей степенью электрификацией. Возможно, для любителей лодок и яхт это всё звучит пока не слишком убедительно, а вот возможность пришвартоваться с помощью джойстика — это точно полезно и практично. Технология определения расстояния с помощью лидаров также сделает суда более безопасными. Кажется, и водный транспорт, как и наземный колёсный, скоро станет более самостоятельным. Можно будет просто наслаждаться морской прогулкой и не думать, куда крутить штурвал. Чего хочет ваша собака? Вы можете узнать это. Создан прибор, который поможет наладить коммуникации между людьми и домашними питомцами. По крайней мере, с теми, что из семейства псовых. Представлен компактный гаджет, который можно закрепить на спине животного. С его помощью и происходит общение. Это усовершенствованная версия прибора, показанного этой же компанией четыре года назад. Устройство имеет небольшой светодиодный монитор, процессор и компактный датчик измерения пульса. Оно отслеживает, записывает и анализирует эмоциональные состояния собаки. Учащение сердцебиения происходит при стрессовой ситуации. Это фиксируется прибором. Если монитор окрашивается в красный цвет, хозяин получает информацию о стрессе. Если экран зелёный, собака расслаблена. Появление радуги на мониторе сигнализирует о состоянии счастья у животного. В связи со смартфоном владельца через приложение сбор денег на производство этого гаджета будет происходить через краудфандинг. Смотрите хай-тек на телеканале Хабар 24 и пишите нам на почту. Рассказывайте о своих изобретениях. Мы покажем их в эфире. На сегодня всё. До встречи. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова